Макс, ты опять здесь свои игрушки разбросал. Катя, Катя, ты как себя чувствуешь? Кать, Кать, с тобой все в порядке? Давай вставай. Да все со мной хорошо, Настя. Немножко, правда, головой ударилась. Немножечко голова кружится, а так, в принципе, все в порядке. Ах, вы засранцы такие, из-за вас я очень сильно ударилась. Кать, все-таки тебе нужно бы внимательнее смотреть под ноги. Ах, да, Настя, конечно, это же Макс раскидал их. Ааа, нет-нет-нет, Кать, не в этом дело. Ладно, не будем спорить, пойдем, тебе нужно выпить воды. Кать, Кать, ну как, тебе стало легче? Ой, Настя, да не переживай ты так, все со мной в порядке. Тогда ты пока полежи, а я пойду задание доделаю. Конечно, Настя, мне же силы нужно накопить, чтобы устроить взбучку Максу. Бедный Макс. Кать, а может быть ничего не будем говорить Максу? А то он расстроится, что из-за его игрушек ты пострадала. Настя, Настя, да Макс уже порядком обнаглел. Вечно разбрасывает свои игрушки, где попало, а я страдаю из-за него. О, Настя, привет. Ты чего это так с ножницами ходишь? Опасно же. Макс, не переживай, я тебе никак не наврежу. Ах ты, Макс, засранец, еще что-то говоришь о безопасности. А кто на полу разбрасывает свои игрушки, из-за которых потом падаю я? Об этом ты не подумал? О-оу. Кать, Кать, извини, пожалуйста, я не специально. Это я торопился. Ромка меня позвал играть, вот я и побежал. Забыл убрать игрушки. Ну, Макс, ты уже не раз такое делал. Если еще раз такое повторится, я буду вынуждена поговорить с мамой, чтобы она провела воспитательный процесс с тобой. Ладно, Кать, спасибо. Я буду теперь повнимательней, обещаю. Ах, какие же они забавные. Ну ладно, Макс, мы пошли с Настей резать и кромсать, нам задание дали. А ты иди занимайся своими делами, не отвлекай нас. Хе-хе, все понял, Кать. Давайте, я вас не буду отвлекать, у меня тоже дел полно вообще-то. Ага, как же, ты же мне занятой нашелся. Настя, Настя. Да-да, Кать, я здесь, здесь. Хе-хе, да уж, пока Макс в комнате с Настей кашей точно не сваришь. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.